Добрый день! В студии Евгений Касьянов в аналитической программе «Давайте разберемся». Сегодня у нас последняя, заключительная передача этого цикла в 2017 году. Хотелось бы подвести некие итоги экономического и социального развития страны за это время. Хотелось бы сделать некие прогнозы на будущее, с чем мы заканчиваем этот год и что нас ожидает в следующем году. Вот буквально недавно, буквально на днях, состоялся социологическим центром Российской Академии Наук, проведен объемный социологический опрос. Так вот, что показало этот вопрос? Что у 50% жителей страны упал уровень жизни, 40% отказались от поездок в отпуск, 30% у этого количества людей снизилась доступность медикамента. Вот такими итогами мы приходим к завершению 2017 года. Возникает очень интересный вопрос. Почему страна с колен-то встала, а пояса затягивать приходится все ту же и ту же? Ну вот давайте разберемся. Первое, о чем хотелось бы мне сказать, посмотрите на картину динамики изменения валового внутреннего продукта России за всю постсоветскую историю до 2015 года, а в 2016-2017 картина была такой же точно. Так вот, вы видите, что начиная уже с 2013 года Россия начала резко замедляться в своем развитии. Замедление это было таким, что оно мало зависело на самом деле от внешней среды. Цены на нефть оставались достаточно высокие, а тем не менее и рост валового внутреннего продукта, и доходы для души населения в России начали резко и резко снижаться. В чем дело? Что произошло? Почему получилось таким вот образом? Все дело в том, что вот это снижение темпа роста ВВП и снижение реальных доходов на души населения, оно заключается в том, что скорее всего та олигархическая, бюрократическая модель экономики России, которая сложилась на сегодняшний день, она исчерпала себя. Понимание этого совершенно естественно, оно существует у всех людей. Вот понимание необходимости каких-то перемен, каких-то изменений в экономике, ну, наверное, и в социальной сфере то же самое, оно абсолютно объективное, и оно вызвано характером развития экономики России. Вот за весь постсоветский период еще не было такого случая, когда доходы реального населения падают четыре года подряд. Это происходит, может быть, не таким резким способом, как это было в 90-х годах, но, тем не менее, это достаточно заметно и достаточно чувствительно и очень сильно бьет по людям. Это тяжелое состояние вялой стагнации, в которой сейчас перешла экономика России. Ну, возникает вопрос, ладно, да, кризис, да, мы его каким-то образом пережили, ну, или переживем. Правда, значит, есть известный закон такой Мерфи, что нужно немножко подождать и плохое само собой куда-то исчезнет, но вот, к сожалению, так не получается. Какие прогнозы на следующий этап развития экономики России? Вот вы их видите, эти прогнозы, они делаются разными центрами исследования, разными источниками на 17-е, вот итог, хотя он еще пока окончательно не сформирован на 18-е, 19-е, 20-е годы. И вы видите, что прогнозные темпы развития экономики России, прироста экономики России, ну, слава богу, что хоть прирост, если не падение, они находятся возле все время полутора и чуть более процента. В то время как весь мир растет на где-то 3,5-3,6 процента, вот Россия при удачном стечении обстоятельств будет расти где-то до 2 процента. Авторами всевозможных прогнозов и этих, вот вы авторов этих прогнозов сейчас видите, 90-е годы, 97-е, 10-е годы и 15-е годы. И вот, к сожалению, российская действительность, российская практика, которую мы имеем в постсоветский период, заставляет достаточно скептически относиться и к прогнозам, и к тем, кто их делает, эти прогнозы. Последний, более или менее так развернутый прогноз дал министр экономического развития России Максим Орешкин, это состоялось вот буквально его недавно интервью. И о чем же он говорит? К чему сводятся дальнейшие реформы в России? Ведь вы понимаете, что если дальше мы будем сохранять такой рост, вот как мы видели на экране, на табличке вы видели, Россия будет больше и больше отставать от всего мира, но от развитых стран тем более. Так вот, то, о чем говорил Орешкин в своем довольно пространном интервью, он сводится, вот этот прогноз, он сводится к трем реформам. Это реформа судебной системы, экономическая реформа и реформа государственного управления. Как бы три таких больших направления этих реформ. Но вот что странно, вот реформа судебной системы, что имеется в виду под этой реформой? Это не создание ненезависимой судебной системы. Оказывается, все у нас в судебной системе, все в порядке, все замечательно, но вот только она работать должна быстро. Дальше, то, что касается экономических реформ. Вот весь этот блок, то, о чем говорил господин Орешкин, он сводится к одному, нужно повышать производительность труда. Ну, наверное, нужно, мы в разы отстаем от развитых стран по производительности труда. Но ведь производительность труда, это производная от некоторых других понятий, а вот об этом, к сожалению, ничего не говорится. Когда господин Горбачев, которого вы вот видели недавно на экране, который мы вам показывали, он говорил об ускорении, люди постарше помнят этот термин ускорение. Давайте будем ускоряться, давайте мы в рамках той системы, которую существуем, делать больше. Как ни странно, то, что показывает господин Орешкин, мне очень сильно напоминает ускорение господина Горбачева. Без изменения системных подходов внутри системы мы будем каким-то образом ускоряться. Ну, а что касается реформы государственного управления, тут вообще вопросов очень много. Когда происходит определенная подмена понятия, когда некой безалаберностью в государственном управлении мы пытаемся компенсировать то, что не выполняется, точнее должно выполняться этой системой. Вот в ряде передач мы рассказывали об этом, то, что происходит в Забыкальске, то, что происходит в Могоче, те вопросы, которые мы затрагивали по проектам и планам, которые принимаются на уровне краевого правительства. Ведь там вопросов, к сожалению, больше, чем ответов на эти вопросы. Почему таким образом происходит? Видимо, потому что сложилось так, что нуждается в реформе и некоторый параметр той системы, которая существует. К сожалению, жизнь показывает, что олигархический, бюрократический капитализм, который существует в России, он ведет не к неким качественным изменениям в экономике же, а он ведет к стагнации. Но все-таки будем надеяться на лучшее в новом году. Всего вам в этом году, в наступающем, самого доброго, больших вам успехов в жизни. Пожелаем здоровья вам, вашим близким. Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова